Дальше. Бинар дает групповой бонус. Единственный бонус, который платится с бинара, называется групповой бонус. А он один. И в бинар идут только первичные закупки, то есть на новые партнеры и апгрейды. Каждый пакет или каждый апгрейд, он дает какое-то количество PV, которое у нас отображается, если вы в кофе свойдете и нажмете бинар, сводная информация, у вас откроется вот такая картинка. Товарооборот в одной ветке, товарооборот во второй. Очень часто встречается такой вопрос. Почему платят с малой ветки, почему не платят с большой? Но вы должны понимать, что бинар сам по себе подразумевает товарооборот в обоих ветках. Когда товарооборот одинаковый прошел в обоих ветках, вот с этой пары и платятся бонусы. И так происходит в каждом бинаре, в любой компании. Множен товарооборот слева и справа. Обычно одна ветка бывает чуть меньше, другая чуть больше. Иногда ветки меняются местами. И каждый пакет, он дает какое-то количество PV. Вы видите, здесь написано, что пакет 200 условных единиц 80 PV. И большой пакет, Diamond пакет 3000 условных единиц, дает 1200 PV. Если человек переходит с пакета на пакет, то в бинар падает разница. То есть, например, если человек перешел с 200 условных единиц на пакет 3000, то в товарообороте, внизу, который отображается у вас, в каждом периоде, прибавится цифра 2800 условных единиц. PV 1200 минус 80. Получится 1120 условных PV прибавится в вашем товарообороте. Так товарооборот считается, считается. И приходит, например, 7 число, конец периода. Смотрят на товарооборот в малой ветке и выплачивается процент. От 15 до 30 здесь зависит от того, на каком вы пакете. Здесь очень важный момент. Очень важный момент. Вы можете зайти в структуру к любому своему партнеру из вашей личной группы непереливной и посмотреть его расположение в бинаре. Также мне очень нравится, что сохраняется вся история. Вы видите 2019 год. Кто видит, поставьте плюсик. Со скриншота из book office видите ли вы, где 2019 год. Там вы можете нажать «Поменять год» и посмотреть, какой был товарооборот у любого партнера вашей группы, написав его ID вместо своего ID. Также вы можете поменять месяц и посмотреть, какой был товарооборот. Вот смотрите, ветка 1. Здесь есть, ну, мы взяли такой абстрактный номер ID 4941. Вот, это все, весь товарооборот, который прошел под этим номером, отображается попериодно. И это объем товарооборот, который делает эта ветка номер 1. Точно так же ветка номер 2 делает товарооборот под номером ID, который указан рядом с веткой 2. И как посчитать товарооборот? Вот, этому нужно учиться, потому что у нас с вами бизнес, бизнес – это цифры, бизнес не любит эмоции, а очень любит людей, которые могут посчитать свой товарооборот. У нас у каждого свой электронный магазин, который делает товарооборот, и вы должны научиться его считать. Опять-таки, много видео гуляет в интернете, я на этом конструироваться не буду. Единственное скажу, что большая ветка обычно выделена красным цветом, поэтому, нажав на верхнюю строчку PV, вы сможете увидеть остаток плюс товарооборот, который прошел именно в первом периоде. В квалификации у нас выставляются один раз в месяц по итогам месяца. Обычно это появляется 2-3 числа, та квалификация, которую вы выполнили. И в квалификации до корпоративного директора складывается товарооборот обоих веток. То есть вы можете всегда посчитать, какой товарооборот вы сделали и какой еще нам предстоит сделать. Это что касается...